Пять лет назад в стране появился и прочно вошел в повседневную жизнь спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Как и в советское время, его основная задача – делать молодежь быстрее, выше и сильнее. Ксения Кузнецова со спортом на «ты» много лет. За спиной у девушки 10 лет занятиями художественной гимнастикой и звание кандидата в мастера спорта. Но даже для нее в комплексе ГТО есть свои сложности. Для меня всегда, изначально, с самого детства было трудно бегать, потому что, ну, я не знаю, почему именно выносливость. Да, в гимнастике было совсем по-другому и выносливость была, но вот с бегом я не дружу с самого детства. По мнению Ксении, комплекс упражнений ГТО – это очень здорово. И дело даже не в дополнительных баллах, которые прилагаются к значку «высшие пробы». Я думаю, что, ну, безусловно, это выбор каждого, но это нужно. Узнать свою подготовку, узнать, готов ли вообще физически. В 2018 году в Сарове зарегистрировалось и приступило к выполнению норматива ГТО более 2000 человек. Одним из самых сложных испытаний для мужчин, как показала практика, стало подтягивание. Павел Лохматов легко подтягивается 15 раз. Для начала нужно научиться подтягиваться с рывками. После нескольких, ну, уверенных повторений, то есть раз пять, можно переходить к подтягиваниям без рывков. Начинать, ну, с минимума, там, один-два раза, а дальше увеличивать количество. Пройти тестирование ГТО сегодня может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте комплекса, получить уникальный номер участника и записаться на сдачу. Да дальше все зависит только от общей физической подготовки кандидата и его стремлении быть лучшим. Кирилл Васильев, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.